о борьбе со страстями и духовной брани. Борьба с грехом есть борьба за жизнь. Жизнь во грехах не есть жизнь, а непрестанная смерть, непрестанное умирание. Люди в продолжении всей земной жизни всего ищут, кроме Христа-жизнодавца. Оттого и не имеют жизни духовной, оттого и преданы всяким страстям, безверию, маловерию, крыстолюбию, зависти, ненависти, чистолюбию, удовольствием пищи и питья. Только при конце всей жизни ищут Христа в причащении и то по вопиющей необходимости, и то как бы по принятому другими обычаю. Замечай за собой, со своими страстями, особенно в домашнем быту, где они свободно проглядывают, как кроты в безопасном месте. Вне дома одни наши страсти обыкновенно прикрываются другими страстями, более благовидными, а там нет возможности выгнать этих черных кротов, подкапывающих целость нашей души. Как хорошо побеждать страсти! После победы чувствуешь такую легкость на сердце, мир и величие духа. Спасение души своей ниже твоей прибыли и твоей чести. Словом, ставишь себя, свое грешное «я», свое самолюбие выше Христа и Его святой истины, и ненавидишь свою душу. Любяй, Бонни, правду ненавидит свою душу. Так точно и в удовлетворении другим своим страстям ты ставишь Христа и Его заповеди жизни ниже себя, пренебрегаешь ими по своему греховному, слепому самолюбию, и если не обратишься и не покаешься, убьешь душу свою временно и вечно. Делай все напротив того, к чему подстрекает тебя враг. Подстрекает к зависти. Старайся показать искреннюю радость об успехах брата. К скупости покажи щедрость. К гневу и раздражительности покажи кротости терпения. К злобе или ненависти покажи любовь. К отнятию чего-либо у брата сам дай. Обидел тебя кто? Прости и дай ему заметить, что не он тебя обидел, а общий наш враг, и что обиду от врага больше претерпел сам обидевший. Берут у тебя, чего ты не хотел бы. Не обижайся, не утесняй своего сердца. Или враг да не теснит его, но добровольно дай и больше того, сколько берут. Аз же глаголю вам не противитесь о злу. Аще кто хочет ризу твою взяти, отпусти ему и срочицу. Враждуют против тебя, люби. Проклинают и злословят тебя, благослови. Ненавидят тебя и стараются причинить тебе зло, делай добро. Если так будешь поступать, будешь истинный ученик спаса Христа и наследник его царствия. Сначала исправь себя, а потом исправляй других. Взыщи сначала себя строго, а потом взыскивай с других. Мне, прилепляйтеся, Богови, благо есть. Прилепляйтеся же к деньгам, к пище и питью, любить их, жалеть их для кого-либо. Зло есть. Прилепляться к Богу есть жизнь. Прилепляться к деньгам, к пище и питью – смерть. Негодовать на брата из-за пищи и питья или из-за денег – смерть. Не жалеть, радушно предлагать – жизнь. Война, настоящая война, жизнь наша. Каждую минуту бодрствуй, не дремли, не зевай, мужайся, воюй, стой всегда во всеоружии. В сомнении, маловерии, хуле, злобе, зависти, скупости, сребролюбии, лицемерии невольном с надеждою умоляй Господа и знай, что Его благость бесконечная преклонится на милость к тебе, если ты обратишься от злобы своей. Я, человек греховный, нечистый, ветхий, погибающий, крайне нуждаюсь в руководстве Духа Святого и человеков Божиих, святых. Это руководство церковное, богослужения и молитвы. Как человек греховный, ветхий, я ощущаю в себе, в сердце своем, противление Духу Божию, истине Божией. Это должно послужить поводом к крайнему моему смирению во всю жизнь и заставить меня всесовершенно благоговеть пред Господом и пред избранными Его сосудами и презирать себя во Христе всякое собственное, а не по Христе мудрование и всем сердцем предаваться истине Божией, раскрываемой в Евангелии и в Церкви Святой. Вообще, вменять себя я должен за ничто нравственное, чтобы Святой Дух соделал меня чем-либо. Труд восстанавливать и поправлять испорченное нашу злобою и невнимательностью к самим себе. Но Господь не тяготится этим. Только бы мы не тяготились ежедневно и искренно обращаться к Нему, врачу и обновителю душ наших. А то и того у многих, у многих нет. Коснеют они во грехах своих, в духовной смерти своей, живут непокаянно, не входят в себя, не видят себя, не воздыхают о себе, не молятся, бегают причащения святых тайн или приходят только по долгу и по привычке. Мы ленивы и маловнимательны, но не забудем никогда, что враги нашего спасения не усыпны, нападения их искусны, средства их ранить нашу душу бесчисленны. А за ленность и невнимательность к себе, за нерадение отолицем спасения, Господь может оставить нас Своею благодатью в то самое время, когда напор врагов будет всемиро сильнее прежнего, и когда ты воззовешь о помощи, не будет уже избавляющего. Внемли себе, внемлите, како опасно ходите. С величайшую осторожностью нужно держать в своем скудельном сосуде в сердце сокровище духа. Реки во чреве своем воды живой. Нужно бодрствовать над своим сердцем, быть кротким, удерживаться от раздражительности и движений самолюбия, привязанности к земному, от нечистых восстаний плоти. В противном случае бесценное сокровище духа мгновенно оставит нас. Вдруг исчезнет из сердца мир и радость. Это чувство необыкновенной, ангельски духовной легкости души, парящей на свободе сердца и мысли. Исчезнут и эти реки воды живой, которые перед тем только текли и напаяли обильно бразды души. Душу наполнит чуждый огонь, мучительно палящий внутренности, лишающий ее мира и радости, и наполняющий ее чувством скорби и тесноты, и подстрекающий к раздражительности и хуле. Так явны, так резко обозначаются и сменяются в нас царство Божие и царство врага, царство жизни и царство смерти. Христианин видит это внутренними очами и удивляется Божией правде и святости, удивляется и недремлемости врага, всегда яко лев рыкающего и ищущего кого поглотите. И до крови стоять против у греха. Но как грех в нас живущий проник все наше существо, и от ног даже до главы нашей нет в нас целости, а все в нас один цельный злокачественный труп, так как грехом крайне заражено наше сердце, от коего постоянно исходят помышления злая, прелюбодеяния, то нам предстоит трудная борьба с собою и с виновником всякого зла, дьяволом на всю жизнь. В нас самих должна совершаться упорная война. Во всем надо будет принуждать себя. Хочешь отстать от греха? Мало хотения одного, нужно принуждение, сила, терпение. Хочешь делать добро? Мало хотения. Нужна опять сила к добру и принуждение себя к нему. Без принуждения почти ни одного доброго дела не сделаем. Трудящееся царствие ради небесного на деле испытывает истину слов спасителя. Царствие небесное нудиться и нуждницы восхищают е. Самое лучшее средство торжествовать над злобою, завистью, противоречием других состоит в том, чтобы не возмущаться духом и не обижаться, не озлобляться и зло побеждать добром, не злобием, кротостью, смирением и спокойную рассудительностью. Всякое зло, страсть в себе и в других считай мечтанием дьявольским, призраком и таким глубоко истинным понятием об нем уничтожай его в самом зародыше. Бороться или с бесом, или с человеком, злобую дьявольскую или злобую человеческую, одно из двух. Борешься с бесом, так не борешься с человеком, а коли бес не одолеет сам, то нападет через злого человека и его устами или пером оклевещет и изобидит тебя. Все надо терпеть, для того и сказано, в терпении вашем стяжите души ваши, поистине нам крайне надо быть внимательными к самим себе и судить как можно строже самих себя, ибо каждый свое бремя понесет. И чтобы по достоинству осудить себя, нам нужно каждую минуту внимать себе, углубляться в свое сердце и замечать в нем беспристрастным взглядом всякое зло. Верующий в Спасителя и питающийся плотью и кровью его имеет в себе жизнь вечную. И вот причина, почему всякий грех производит сильную болезнь и смущение в сердце. не имеющие же в себе живота вечного, пьют беззаконие как воду и не поболят, потому что в сердце их нет живота вечного. Богу поведай печаль свою, что душа твоя полна зла и жизнь твоя близка к аду, а людям являй лицо светлое, ласковое, что им до твоего безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали? О труде спасения Когда лень тебе делать какое-либо дело, тогда его и делай. Нудь свою ленивую соседку всеусильно к трудам, скажи ей, на труды ты создана, здесь не место покоя, он обещан в вечности, понуждай себя делать все от сердца, с усердием. Человек, говорят, свободен, нельзя принуждать его или не должно ему принуждать себя ни в вере, ни в учении. Господи, помилуй, какое дьявольское мнение, как не принуждать, что же после этого выйдет из людей? Ну, что выйдет из тебя, глашатой нововымышленных правил, если ты не будешь принуждать себя ни к чему доброму, а будешь жить так, как располагает тебя жить твое порочное сердце, твой гордый, близорукий и слепой разум, твоя грешная плоть? Скажи, что из тебя выйдет? Разве ты не принуждаешь себя ничему, не говорю прямо доброму, а хотя должному и полезному? Как можно обойтись без принуждения себя? Как можно и христиан не побуждать и не принуждать к исполнению предписаний веры и благочестия? не сказано ли и в священном писании, что царствие небесное нудится, что нужницы восхищают е? О жизни как служении Богу Всю жизнь свою старайся обратить в служении Богу, читаешь лишь то дома, начинай это дело краткую сердечную молитвою, чтобы Бог вразумил и умудрил тебя в вере и благочестии и в тщательном прохождении твоих обязанностей, и никогда не читай отпраздности для препровождения времени, этим ты унизишь слово, которое все должно служить нашему спасению, а не пустословию и средством к удовольствию и приятному препровождению времени. Говоришь ли с ближними, говори разумно, осмотрительно, поучительно, назидательно, празднословия, как яда змиина, избегай, пометуя, что за всякое слово праздное, ежи ащерекут человецы, воздадят о нем слово в день судный, то есть услышат справедливый приговор судьи. Учишь ли детей своих или чужих, обращай дело в служении Богу, уча их с усердием, занимаясь предварительно обдумыванием средств к обучению ясному, вразумительному, полному по возможности и плодотворному. Побеждай именем Господнем и силою креста козни врага, который старается смутить, затмить, стеснить, расслабить тебя. Даже если ешь, пьешь или иное, что законное делаешь, все делай во славу Божию. Жизнь — великая опытная наука. Нет ничего труднее, как проходить эту науку. Тесен путь и узкая врата. И кто в школе матерней или в училище ненавык вере и страху Божию и житию благочестивому, тому особенно будет тяжело учиться в школе жизни. Тот, хотя он был в школе наук, умен, многосведущ, был в большом почете за свои способности, в школе жизни оказывается невеждаю. Мало того, иногда ни к чему не потребным, ни к семейной жизни, ни к общественной деятельности, по причине своего неуживчивого характера или своего необузданного сердца. Он бедствует и нередко терпит крушение в жизни, как нагруженное множеством товара судно в море, пущенное во время бури без руля, без снастей и парусов. Об искушениях В жизни христианской необходимы искушения, пробы или испытания нашего душевного состояния, и как жизнь наша по подобию вещей, находящихся в доме, покрывается своего рода нечистотою, то и необходимо очищать ее. После торжества веры и добродетели, принесенных мною в жертву Богу, враг особенно сильно разжигает стрелы свои против меня. Все в мире находится под управлением Божиим, все события и обстоятельства нашей жизни и жизни других Господь располагает так, чтобы испытать мою веру и надежду на Бога и любовь к Богу и ближнему, чтобы испытать, не полагаю ли я надежды на земные блага, не имею ли к ним пристрастия, ибо это очень важно в деле спасения души моей, и если имею, то Господь, как всеблагий Отец, отсекает, хотя и болезненно эти пристрастия, научая меня прилепляться к единому Богу, моему сокровищу неистощимому и животу бесконечному. Еще обстоятельства жизни моей Господь располагает так, чтобы испытывать время от времени, имею ли я любовь к ближнему, как к себе, или я самолюбив, сребролюбив, скуп, и полагаю надежду не на Бога, а на деньги, пищу и питье, горд, прелюбодей, ненавистлив, завистлив и прочее, ибо и этот вопрос имеет великую важность в деле моего спасения. Господь говорит мне, «Возлюбивши ближнего твоего яко сам себе, и если я не имею такой любви к ближнему, мое спасение очень сомнительно». Вот и надо испытывать мою любовь к ближнему, тем более, что решение вопроса о любви к ближнему должно решить вместе и другой, тесно связанный с ним вопрос о любви к Богу, ибо не любяй брата своего его же виде, Бога его же не виде, как может любить и. И вот самые опыты, самое сознание мое убедительнейше говорят мне, что Господь все обстоятельства моей жизни располагает именно так, чтобы испытать меня, каков я, чтобы показать состояние души моей мне самому, чтобы видел я, на каком пути я стою, в царствие или небесное я иду, или в ад. Потому на людей, соприкасающихся с тобою в тысячах многоразличных случаев, смотри, как на орудие Божиего испытания тебя. Вся жизнь человека должна быть испытанием его внутренностей сердечных, потому что он постоянно склонен забываться, постоянно склонен к различным страстям, которые надо отсекать. Помни слова Господа у пророка «Еда прославится секира безвлекущего ю». Не дьявол, не люди не нападут на тебя, если Бог не попустит. Они искусят тебя столько, сколько угодно Божией премудрости, сколько нужно для твоего душевного блага, для указания тебе твоих страстей и пристрастий и для уврачевания их. Без Бога не до порога никто, ни демон, ни человек. Итак, все искушения обращай в случае и в средства показать свою любовь к Богу и ближнему и презрение ко всему тленному и скоро приходящему, пометуя, что мир приходит и похоть его, отворяй волю Божию, любящий Бога и ближнего пребывает вовеки. Выдержавший искушение надежен для Царствия Божия, а не выдержавший ненадежен, потому что в нем остается большая примесь зла. Как дьявол в молитве убивает прирожением к сердцу каким-нибудь противозаконным пожеланием или неправедным помыслом, так Бог и его ангел-хранитель оживляет мгновенным притоком святых желаний и помышлений. Надо быть внимательным и благодарным Господу за его духовные дары света. Что значит тяжкий сон лености и окамененное нечувствие сердца во время молитвы? Значит оставление нас благодатью Божией по премудрым и благим намерениям Божиим для укрепления нашего сердца свободным собственным духовным деланием. Возьмись читать духовный журнал или книгу особенно церковную или начнешь читать молитвы иногда станет тяжело на сердце и сомнение тебя будет мучить и неверие и какое-то омрачение и отвращение отчего это бывает? Не от свойства конечно самих книг а от свойства читающих от качества их сердец и главное от дьявола врага человеческого врага всего священного он вземлет слово от сердца их напрасно будет питать надежду на усердную и теплую молитву пред Богом тот кто не будет трудиться в молитве рано и поздно и не претерпит искушений от Бога посылаемых для того чтобы испытать искренность и твердость нашей молитвы царствие небесное нудится искушения попускаются от Бога для испытания нашей веры надежды и любви ко Господу для воспламенения укрепления или очищения их потому борись мужественно зная что искушения посылаются по силам а не против сил и что Бог зрит на твою борьбу и готовит тебе венцы если претерпишь искушение мужественно искушения показывают что мы несравненно больше любим себя свое здоровье свой покой свое благосостояние свою честь чем ближнего попечения о его спокойствии здоровье благосостояние чести пользе несравненно больше любим себя чем Бога маленькая неприятность может разлучить наше сердце от любви к Богу равно и благополучие легко повергает нас в душевное усыпление и забвение Бога чем больше душа и тело вытерпят огня и тесноты от дьявола причиняемых тем более целомудренны будут и душа и тело тем более смиренно и кротко будет душа тем слабее будут страсти плотские Когда красота человеческая будет прельщать сердце твое устреми немедленно очи сердечные ко Господу и скажи Ему Ты мой Господи красота красот несозданная бесконечная красота всех созданных от Тебе конечных красот помилуй мя да прилепляется к Тебе единому сердце мое Вся сила и характер и хитрость искушений дьявольских относительно людей состоят в том что он прельстил и прельщает подстрекал и подстрекает людей любить мир и то что в мире забывать бессмертие души ее первообраз Бога чтобы она и не думала о бессмертии и о пути ведущем к бессмертию о Боге и о соединении с Ним там где ожидаешь сильных искушений врага вооружись крепко во вся оружие Божие именно верою надеждою и любовью Враг часто уязвляет своею злобою души наши и палит нас это уязвление распространяется как Антонов огонь в сердце если искреннюю молитву веры не остановишь его а Бог любовью своею уязвляет души наши но это уязвление легкое сладостное не палящее а согревающее и оживляющее о помыслах скверные лукавые и хульные помышления гнездятся только при неверии сердца живая вера как огонь пчел прогоняет эти нечистые помыслы когда молишься говори в сердце своем против разных вражиих помыслов и рожжений Господь все для меня так и во всей жизни при нападении страстей и при всяких налогах вражиих в болезнях в скорбях в бедах и напастях говори все для меня Господь я сам не могу ничего сделать ничего стерпеть превозмочь победить не могу аз от себе творить и нечисоже когда тебе приходят на молитве хульные помыслы в голову от сердца тогда смири скорее свое сердце и скажи внутренне я недостоин и одно имя произнести Господа или причистый его матери или святого какого-либо когда человек во время предстояния на молитве подумает о хлебе с некоторым пристрастием тогда Господь оставляет его и говорит пусть же дадут жизнь твоему сердцу и твоей душе хлебы твои которые ты готов есть и на молитве или коих тебе жалко для других я оставляю тебя и тогда дом души делается пуст на сердце бывает смущение и явное оставление Господом источником жизни и мира нашего тот грех на который ты не соизволяешь не вменяется тебе например невольное преткновение на молитве помыслы скверные и хульные непроизвольная злоба с которой мы усердно боремся скупость которой мы отвращаемся это все нападение злого духа наше дело терпеть молиться смиряться и любить о кознях врага спасения везде сети врага на гибель расставлены везде ловит искусный коварный ловец не живет праздно ни минуты бодрствуй душа молись борись минуй сети вражий всем многоразличным козням врага одно имя дьявол убедись в этом сердце мое и не молодушествуй не унывай при вражеских обстояниях при вражеских бурях Продолжение следует... Ваш поборник, не ослабевай вера, не ослабевай надежда, не ослабевай любовь. Людей покрывает тьма неведения о Бога, о себе самих и о врагах своего спасения, которые потому легко обкрадывают мысленный дом души нашей, его мысленное богатство. Все успехи врага над нами происходят от маловерия, ненадеяния на Бога и от ложной надежды на земные блага и от недостатка любви. Господь попускает нам искушение врага для испытания нашего, для укрепления наших духовных сил в борьбе со врагом, и чтобы нам самим видеть больше, на что склоняется наше сердце, к терпению, в вере, надежде и любви, и вообще к добродетели или к раздражительности, маловерию, ропоту, хуле, злобе и отчаянию. Дьявол иногда действует в голове как беспокойный совопросник о непостижимом, как дерзкий посягатель на неприступные тайны трех лиц божества, на их взаимные отношения. С благоговением и крайне осторожно нужно мыслить о троичности божества. Когда лукавый, лукавыми помышлениями понуждает тебя лукаво смеяться пред человеком, говори тогда в сердце Господу, «Господи, всади страх Твой в сердце раба Твоего, Господи! Не попусти уклониться сердцу в помышления лукавства!» Враг действует убийственно на сердца человеческие. Между прочим, через природу внешнюю, как на Иова, ветрами, водою и огнем. По козням вражеским сгорают иногда дома. Суда и дома потопляет вода. Ветры обрушивают здания. Или враг в сырую погоду под прикрытием влажности и газов коварствует в наших внутренностях, отягощая, стесняя и поражая их бесчувственным холодом ко всему истинному и святому. О, как многоразличны козни князя власти воздушные! И как трудно иногда распознавать их! Характер дьявольских нападений. Хитрость, быстрота, изворотливость. Не победил одним из воротом, сейчас же изворачивается и употребляет другой, противоположный. И это делает быстро, стремительно, чтобы мы не могли опомниться и силой рассуждения о качестве дела отразить прирожение зла. Дьявол до того преследует мнительностью иного мнительного человека, что теснит его мнительностью даже при употреблении пищи. Есть или нет, думает мнительный, есть ли это или нет, поесть ли теперь или отложить до другого времени. Все нужно, благословясь, делать с верою и не сомневаться. Далее есть с верою все предлагаемое. Ибо сомняяйся, ащи яст, осуждается, заняне от веры. Вся предлагаемая вам, едите, ничтоже сумняшися, за совесть, едите и пиите, я же суть у них. Злой дух есть, между прочим, дух тоски и злого уныния. Он гонит неосторожных, нетерпеливых и склонных к чувственным удовольствиям, проводить время в пустых играх, предаваться чревоугодию, присыщению и пианству. О, все злобный и коварный враг! Как искусно он обольщает бедных людей, пристрастных к своей грешной плоти, не хотящих по апостолу распинать ее со страстьми и похотьми? Дьявол поражает иногда душу таким унынием, такую тоскою убийственную, что один двусмысленный взгляд на нас, других, одно слово, неласково сказанное, могут привести нас в слезы. Душе бывает до того тесно, что так и хочется заплакать горько-горько и выплакать всю обиду дьявольскую. Потому ласковое слово, простодушное, участливое обращение с унылым и тоскливым – великое благодеяние для него. «Плакать с плачущими», – заповедал и апостол. «Не верь своему расслаблению телесному и не думай, что оно от естественных причин. Оно от расслабления сердца и всего тела дьяволом, усиливающимся всячески запнуть нас во благочестии». Дьявол может запнуть и уязвить душу одним мгновенным движением помысла лукавства, сомнения, хулы, нетерпения, раздражения, злобы, мгновенным движением пристрастия сердца к чему-либо земному, движением лицезрения, любодеяния и прочими страстями. Надо держаться и всеми силами крепиться в истине Божией, отвергая ложь, мечты и злобу дьявольские в самом их начале. Тут человек весь должен быть внимания, весь око, весь адамант, несокрушимый во всех частях своих, твердый и неуязвимый. Для очищения и воспламенения нашей молитвы Господь попускает дьяволу мучительно разжигать внутренности наши, чтобы мы, чувствуя в себе чуждый огонь и страдая от него, старались внести в сердце свое смиренную молитву огонь Божий, огонь Духа Святого, оживотворяющий сердца наши. Так как дьявол прост по существу своему и в одно мгновение единым помыслом может приразиться к нам весь и войти в наше сердце, то отражать его надобно также в одно мгновение одним сильным словом сердца, заключающим в себе всю силу истины, как полное противоядие вражьей лжи. Когда ощутишь в сердце своем томительные капризы сердца или неверия касательно какого-нибудь предмета веры, тогда знай, что враг в сердце твоем, и он посмеивается над твоим невежеством, твоею слабостью и непостоянством в вере. «Дьявол входит в меня через помысл сомнения, страха, гордости, раздражительности, злобы, скупости, зависти. Значит, только будь я внимателен к себе, да содержи непрестанно в уме имя Господа Иисуса Христа с верою и любовью, и он бессилен сделать мне какой-либо вред». Пред наступлением великих праздников надо быть особенно внимательным к себе. Враг заранее старается охладить сердце к предмету празднуемого события, чтобы христианин не мог сердечно почитать его сердечным размышлением о сущности его. Тут он действует на нас или через атмосферу, или через принятую внутрь пищу и питье, или через свои разжженные стрелы, с избытком бросаемые в сердце и сильно палящие всего человека. При этом чувствуются лукавые, скверные и хульные помышления и сердечное отвращение к предмету торжества. «Надо преодолевать врага по нуждениям себя на богомыслие и молитву». «Даже у самой чаши враг делает тебе козни и смущает тебя разными помыслами, и не хочешь, да борись, и хотел бы долго, долго опочить с Господом, да враги не дают». Враг рода человеческого подметил эту слабость в людях заниматься суетными, житейскими разговорами и вообще проводить время в суетных забавах. Он извлек и извлекает для себя из этой слабости огромную выгоду. Дым адский усиливается затмить и стеснить душу даже тогда, когда пред тобою предлежит святая и страшная жертва, когда причащаешься ее и при совершении всех таинств. Чем важнее священно действие, тем сильнее и яростнее нападает враг. Бог наш есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Мучения плоды грехов наших. Если ты скорбишь сердечно, вини в том единственно грех и дьявола, а лучше себя, потому что и дьявол не причинит тебе никакого зла, если не найдет в тебе ничего, к чему бы можно было пристать. Как же осторожно нужно смотреть, слушать, вкушать, обонять и осязать, или лучше, как нужно беречь свое сердце, чтобы через чувства внешние, как через окно, не пробрался грех и сам виновник греха дьявол не омрачил нашей души. Продолжение следует...